Смог же враг рода человеческого сотворить целую Библию? Библия Дьявола. Одна из самых таинственных книг в мире. Ее размеры поражают воображение. Высота фолианта чуть меньше метра. Ширина почти полметра. Толщина 22 сантиметра. А вес 74 килограмма. Состоит уникальная рукопись из 640 страниц. При этом 624 из них неплохо сохранились. Она была написана в начале 13 века. Чешским монахом. Легенда такая, что он за ночь взялся написать книгу, которая потрясет мир. Оказалось, что он этого не может сделать. И он тогда как бы вступил в контакт дьяволу. Главная загадка этой рукописной книги – ее авторство. Ученые установили, что огромная рукопись написана одним человеком, одним почерком. Однако для этого обычному человеку понадобилось бы писать не меньше 30 лет. Причем без перерывов даже на еду и сон. Михаэль Хеземан полагает, что эта книга на самом деле написал не монах, а сам дьявол, с которым тот заключил сделку. Черт вошел в его келью, написал все, что знал, всю мирскую мудрость в одну книгу. И на эту книгу, судя по всему, было наложено проклятие. Прекрасная чешская легенда. И книга, она тоже существует. И то, что потом произошло с монастырем, где она была создана, а он был разрушен в 15 веке, приписывается этой проклятой книге. Что же заповедал людям дьявол в таинственной выкуписи? Эта книга содержит совершенно несовместимые вещи. Святое писание и заклинания экзорцизма. Тексты этимологии Сидора Сивильского и иудейской войны Иосифа Флагеля. Трактаты по древней истории, магии и медицине. Набор различных заклинаний и сборник назидательных примеров для проповедников. Но главное, на 290-й странице манускрипта нарисовано уникальное – портрет самого дьявола. В конце 30-летней войны таинственная рукопись была захвачена шведами и в качестве трофея увезена из Праги в Стокгольм. Чехи до сих пор мечтают вернуть Библию дьявола. Продолжение следует...